Всем привет, друзья, меня зовут Макс. В конце предыдущего выпуска МДБ я вам показал компьютер, который я купил за полторы тысячи рублей с рук, и сегодня мы с вами разберёмся, что это за зверь такой, какие комплектующие там стоят, сколько FPS он выдаёт в играх, и как именно такое старьё можно проапгрейдить и намарафетить, чтобы продать на Авито. Это мой проект Надо Делать Бизнес, и мы начинаем. Начну с того, что компьютер на FX из прошлого выпуска был успешно продан, как я хотел, за 22 тысячи рублей, при этом сборка его мне обошлась всего лишь в 9, и по итогу мы, можно сказать, дважды окупили все затраты. И теперь в сумме у нас целых 69 тысяч, и до нашей с вами цели в 80 уже совсем недалеко. Так вот, этот комп стоит всего лишь полторы тысячи рублей, и эти полторы тысячи рублей к концу видео нам нужно любой ценой превратить минимум в 15. Цель ясна, погнали смотреть, с чем нам сегодня предстоит работать. Снимаем крышку, и первое, что бросается в глаза, тут всё как-то неправильно. Материнка страшная, видеокарта стоит вверх ногами, но тут ничего удивительного, для офисных готовых сборок это считается нормой. В любом случае, нам не так важно, как всё это выглядит, гораздо важнее, какие конкретно комплектующие тут стоят. Первым делом предлагаю посмотреть на видеокарту, и... я так и не понял, что это. На ней куча всяких обозначений, но поиск по ним в интернете никак не помогает прояснить ситуацию. Единственное, что я могу сказать, она от AMD, и на данный момент это, к сожалению, всё. Но, видеокарта в компе за полторы тысячи, это уже маленькая победа, даже если это обычная затычка типа GT 710. Окей, видеокарту откладываем, позже посмотрим, что это такое, и далее глянем на процессор. Здесь уже всё понятно, это AMD A10-8750. Достаточно старый камень, однако имеет 4 ядра по 4 ГГц, и это очень даже неплохо. Кстати, насколько я понял, конкретно такие процессоры не продавались в магазинах отдельно, а шли только в готовые сборки. Так что у нас с вами в какой-то степени редкий камень. Конечно, производительности это ему не добавляет, но он, по идее, и так должен неплохо справляться с играми. Всё-таки по цифрам он очень даже хорош. Оперативная память, и я думал, что в сумме здесь будет максимум 4 ГБ, это же всё-таки офисная сборка. Однако, я ошибался, и здесь стоит 8 ГБ двумя планками по 4 ГБ от компании Micron. Это на самом деле отлично, можно сказать, нам повезло. В такие готовые сборки, которые вот изначально не предполагались как игровые, обычно ставят 4, а то и 2 ГБ ОЗУ. Далее снимаем жёсткий диск, и тут нам опять везёт. Это сегейт на целый 1 ТБ. На самом деле, такой жёсткий диск уже окупает весь компьютер, потому что его можно прямо сейчас вот выставить на Авито за те же полторы тысячи, и его достаточно быстро возьмут. Но думаю, что сегодня он нам пригодится именно в этом компьютере, так что продавать, пожалуй, его не будем. Блок питания, и сразу же никаких завышенных ожиданий. В готовых сборках чаще всего ставят блок впритык к потребляемой мощности, и этот не исключение. HP на 300 Вт, как и предполагалось. Наконец, снимаем материнскую плату, и, пожалуй, я отдаю ей звание самой некрасивой платы, которую я когда-либо видел. Обычный, даже не покрашенный кусок текстолита без каких-либо особенностей на сокете FM2+. Про корпус даже смысла говорить не вижу. Простой офисный ящик, ничего интересного. Вроде как я рассказал о комплектующих всё, но мы так и не определились с видеокартой. Я по-быстрому закинул её в свой основной компьютер, и оказалось, что это самая настоящая R7 370 на целых 4 гига GDDR5 видеопамяти. Чтобы вы понимали, по производительности она чуть лучше, чем GTX 750 Ti. Звучит многообещающе, и по итогу у нас вырисовывается очень даже неплохой компьютер, который даже в 2021 году можно назвать игровым. Учитывая цены на видеокарты, конечно. На этом моменте возникает вопрос, а что мы будем с этим компьютером делать? На самом деле, я долго сидел и думал, как лучше будет поступить, но в итоге понял, что самый оптимальный вариант это просто поменять корпус и продать его. Но серьёзно, это уже оптимальная сборка с 4-ядерным процессором, неплохой видеокартой и 8 гигами оперативки. Не имеет смысла менять что-то по отдельности. Легче просто закинуть всё в другой корпус и продать как полноценный неофисный компьютер. Этим мы сейчас и займёмся. На Авито я нашёл вот этого красавчика, если, конечно, так можно выразиться. Это Zalman Z11, и всё, что нужно знать об этом корпусе. Первое, он просто огромный. И второе, я взял его всего за 1000 рублей. На самом деле, не вижу в нём ничего особенно красивого. Мне кажется, что такие вычурные коробки давно вышли из моды, но зато наш потенциальный покупатель сразу поймёт, что компьютер игровой. Просто потому, что офисный в таких корпусах не собирали. И, кстати, когда я его мыл, нашёл очень странный маленький свёрток под накладкой сбоку. Знать не хочу, что там лежит, однако, жалко Виктора, у него сегодня будет не на ход. Будьте осторожны при покупке корпусов с Авито, тщательно осматривайте всё на наличие закладок, а то всякое бывает. Такс, все комплектующие я почистил от многолетней пыли, и думаю, пришло время собрать это всё воедино. Ничего сложного в этом нет, справится любой школьник с базовыми знаниями про ПК. Собранный комп выглядит так. Достаточно грозно, как будто бы там стоит какое-то топовое железо, однако, само собой нет. Давайте заценим, на что он способен в играх, но сразу после небольшой рекламы. Конечно же, я, как и вы все, люблю экономить, и в этом деле мне помогает новая карта Тинькофф Блэк в лимитированном космическом дизайне. Само собой, она не просто красивая, но и обладает повышенным кэшбэком, то есть экономит и зарабатывает за вас. Давайте конкретнее. Вы получите до 20% кэшбэка при покупке билетов в кино, на концерты и театры через приложение Тинькофф, до 15% кэшбэка на три выбранные категории трат и 1% с любых покупок по карте. Но, что самое главное, кэшбэк приходит не какими-нибудь баллами, а настоящими рублями, которые можно даже снять в банкомате. А, ну и так же, само собой, вам будет капать до 6% годовых на счет. Наличные можно снимать бесплатно в любых банкоматах мира, плюс переводы с карты на карту и по номеру телефона в любой банк, опять же, бесплатные. Если вы закажете карту именно по моей ссылке в описании, то дополнительно вам достанется 20% кэшбэка на игры с популярных площадок, 15% на Яндекс.Еиду и Деливери Клаб и 10% на App Store, Google Play и Spotify. А если еще поторопитесь и оформите карту до конца октября, то, внимание, у вас будет еще бесплатное обслуживание. Навсегда. Советую не упускать момент. Так вот, тесты. Первая на очереди CSGO. Минимальные настройки графики, разрешение Full HD и мы видим от 60 до 120 кадров в секунду и, либо мне кажется, либо это как-то очень мало для такой, казалось бы, неплохой сборки. Процессор нагружен стабильно на 60-70%, а видеокарта порой вообще отдыхает. С чем такое странное поведение связано, понятия не имею. Может быть тайминги оперативки, но их мы поменять никак не сможем, потому что эта пародия на материнскую плату в биосе не позволяет разгонять ничего. Ладно, возможно в других играх будет иначе. Но, например, в GTA 5 странности продолжаются. На самых минималках мы получаем примерно 40 FPS и это непростительно мало для такой нетребовательной игры. Процессор грузится на 80-90%, а видюха максимум на 40. И это подозрительно, потому что у нас 4-ядерный проц с хорошими частотами. Такой комп обязан выдавать минимум вдвое больше FPS. Но раз так, давайте оценим Left 4 Dead 2. Я всегда беру её на тесты слабых компьютеров, потому что её способен запустить вообще любой утюг. И в целом тут результат по FPS неплохой. От 60 до 100 мы имеем спокойно, на средней графике, но опять же это слишком мало. Видеокарта не загружена даже наполовину и упора в процессор у нас тоже нет. Однако, почему-то компьютер настойчиво отказывается работать на все 100%. Метро 2033, минималки и тут, блин, видеокарта вдруг стала нагружаться на 100%. Проц при этом отдыхает и температура у него... Ну, скажем, у нас в Сыктывкаре летом и потеплее бывает. Но, что самое странное, видюха это, как мы знаем, мощнее, чем 750 Ti, да? Окей. При этом 750 Ti в этой игре показывает в полтора раза больше FPS. Что вообще происходит, я не понимаю. Просто какой-то бред. Под конец запустим PUBG, как обычно на минималках, и тут уже процессор грузится на полную. FPS при этом в районе 40-50 кадров, не более. На график фреймтайма же лучше вообще не смотреть. У меня окончательно кончились какие-либо предположения на этот счет. Я не понимаю, что происходит. И так, что хочется сказать. Компьютер у нас с вами получился отличный, но только на словах. По факту ему как будто просто снесли 50% от его производительности. Что это было, без понятия. Может быть у вас есть какие-то предположения, или я чего-то не знаю. И если это так, то прошу разъяснить мне в комментариях. Я буду очень благодарен. Компьютер этот продавать за 15 тысяч, как я хотел изначально, мне просто совесть не позволит. И выставлю я его максимум тысяч за 10. Учитывая, что на него мы потратили ровно 2,5 тысячи рублей, выгода все равно получается хорошая, но можно было и круче. Если бы компьютер оказался таким же производительным, как мы предполагали. А предполагали мы, прошу заметить, не из пустого места. На бумаге-то характеристики у него очень даже неплохие. Короче, после сборки этого компьютера у меня осталось очень много вопросов, на которые, я надеюсь, в будущем мы узнаем ответы. Возможно, проблема была в процессоре. Может быть, видеокарта какая-то урезанная. А может, это вообще прикол от материнской платы. Не знаю. На этом, пожалуй, всё. Если тебе понравилось это видео, то можешь поставить лайк и подписаться на канал. Я буду очень благодарен. Также, само собой, не забывайте про все соцсети. Ссылки на экране и в описании. Спасибо именно тебе, что досмотрел это видео до конца. Для меня это, правда, много значит. Скоро увидимся. Пока.